Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Из протокола операции по правой стенке пищевода на 10 см выше диафрагмы обнаружено кистозное образование 4 см в диаметре, мобилизация без повреждения слизистой, удаление препарата. Интраоперационная изофагоскопия слизистой пищеводной не повреждена. Однако, два дня спустя у пациентки возникли жалобы на боль в правой половине грудной клетки и повышение температуры. Проведена изофагоскопия. В пищеводе выявлен сквозной дефект диаметром 6 мм с некротизированными краями. Перед нами стала задача восстановить герметичность пищевода и закрыть данный дефект. Принято решение о стентировании пищевода с фиксацией стенда. Учитывая особенности данного клинического случая, являлось то, что у пациентки отсутствовал экзофитный компонент в пищеводе, а нам нужно было необходимо длительная фиксация стенда. Учитывая, что у нас имелся опыт лечения пациентов с подобными осложнениями, мы изготовили данное устройство самостоятельно. Мы взяли полностью покрытый стенд Boston Scientific, раскрыли его и привязали две лигаторы к максимальной воронке. И далее заправили его в доставляющее устройство от археального стенда MITEC. Сейчас на слайде вы можете видеть данное устройство, которое под эндоскопическим контролем будет раскрываться в пищеводе. В левой части экрана вы видите наши лигатуры, которые мы привязали к максимальной воронке. Вот момент раскрытия стенда. Далее лигатуры были выведены через носовые ходы. И только после того, как мы убедились, что стенд установлен именно в нужном нам месте и полностью закрывает дефект, тогда мы фиксировали лигатуры вокруг головы. Далее установлены назоинтестинальные зоны для питания и проведена рентгеноскопия пищевода в связи с водорастворимым контрастом через рот и через зонт. Далее через несколько дней назоинтестинальный зонт удален, пациентка питается через рот. После стихания клинических проявлений проведена контрольная рентгеноскопия пищевода с контрастом и стенд удален. На данном слайде вы видите эзофагоскопию после удаления стента. Приносим свои извинения за черно-белое изображение. Возникли технические неполадки. Но, тем не менее, можно четко видеть, что дефект полностью закрыт, а в пищеводе определяются грануляции в месте стояния стента. Однако далее у пациентки отмечается очередное ухудшение состояния, связанное с осумкованным выпутом в правой плевральной полости, который был задренирован под УЗИ-контролем дренажом типа ПикТейл. Вы можете видеть снимки и компьютерную томографию с установленным дренажом. Далее проводилась консервативная и антибактериальная терапия, активная аспирация. После того, как по дренажу перестало поступать содержимое, его удалили, и пациентка выписана домой в удовлетворительном состоянии. Далее она являлась на контрольной осмотре, последний из которых был проведен 16 марта 2017 года, то есть больше, чем через год после выпуски. На данных фото вы можете видеть, что в месте, где располагался дефект, определяется небольшое расширение пищевода и незначительная деформация. Пациентка жалоб не предъявляет никаких ограничений в приеме пищи, питается нормально через рот. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо.